Это будет урок по фотошопу со ретушь фотопортретом. Мы научимся делать цветокоррекцию, ретушь. Можно в своих фотографиях, либо в чужих фотографиях. Открываем наш файлик и сначала делаем композицию. Может быть что-то кадрируем, если нам не нравится эта композиция. Потом заходим в коррекцию. Там есть левелс на английском, либо уровни. И немножко делаем движки. Двигаем темные, светлые, делаем по контрастнее, поярче. Каждый раз сохраняем, дабы файл у нас всегда был сохранен. Значит, вот здесь на панели инструментов есть такой движок осветления и также затемнения. Двигаем, осветлить, затемнить. Ручка затемнить. Вот можно немножко волосы осветлить. Далее. 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 Немножечко. Делаем штампиком. Штамп у нас, сделаем прозрачность 50. И немножечко мы штампиком убираем то, что нам не нравится в портрете. Альт, клавиша Альт зажата и штампиком убираем какие-то, может быть, складки лишние. Ну, какие-то дефекты, которые мы хотели бы, чтобы их не было видно. Вот убираем, значит, какие-то мышцы, которые слишком, какие-то морщинки вокруг глаз, мимические морщины. Так. Отменить. History. History. Палитра. История. Это можно возвращать, если какое-то действие по истории либо history в английском варианте. Если нас что-то не устраивает, какое-то действие, шаги, можно вернуть назад. Сейчас мы сделаем лицо, чтобы лицо было более без разных морщинок. Прозрачно сделаем непрозрачность еще больше. И вот убираем то, что какие-то мешки под глазами либо какие-то тени, которые резко падают и портят общее впечатление от образа. Здесь вот прическа хорошая. Но если лохматые волосы, то можно что-то менять, улучшать. Можно такой, такой есть инструмент. Liquify. Пластиком. На русском пластиком. Здесь есть вот такой вот пальчик, который мы можем немножечко изменять формы. контуры, очертания, тела, волос и делать их более симпатичными. В данном случае вот здесь вот не очень красиво смотрится вот эта тень. Вот такая тень какая-то падает как-то. Сохраняем нашу картинку. Здесь очень выглядят лишним вот эти коврики. Они абсолютно лишние. Мы их просто убираем. Убираем штампиком, потому что они нам не к чему. И далее делаем картинку, так как достаточно скучная цветовая палитра. Делаем градиентом, с помощью градиента более интересное освещение. Ну в данном случае вот розовый синим. Мы слой сверху помещаем и делаем вот такой вот сверху слой. И режим наложения смотрим какой нам больше нравится. В каком режиме будет смотреться все интереснее. Мягкий свет. Ну нужно оставить вот так. Уже это поинтереснее. Объединяем наши слои. И можно по хистере вернуть рыжие волосы. Вот такие, чтобы они не были розовые. А более такие естественные. Более яркие. А можно оставить вот такие яркие. С розоватым оттенком. И также делаем еще поярче. Добавляем в коррекции насыщенность. Насыщенность. Цветовой тон. Насыщенность. То есть вот мы делаем вот картинку еще ярче. И можем менять ее вот делать вообще в цветовом тоне как мы хотим. Такого вот необычного. Разных оттенков. Как угодно. Хоть неоновую. Вот. Картинка стала. Дальше делаем фильтр расселения резкости. Резкость на краях. И в общем картинка стала рекламней. Интересней. А по хистере можно посмотреть что было. Вот была картинка такая. А стала вот такая картинка. Занятие в спортивном клубе. Фитнес тренером. Можно еще вот один портретик рассмотреть. Более крупный. Вот такая фотография. Опять же делаем уровни. Левелс. Делаем поконтрастнее. Ну вот в данной фотографии. В общем она бы лучше смотрелась в черно-белом варианте. Поэтому делаем обесцветить. Получается такой киношный вариант. И немного делаем штампиком. Немножечко убираем. Обязательно делайте непрозрачность. Где-то 50-60 процентов. Чтобы штампиком вот не сильно слегка вот так вот убрать. Вот такие напряженные мышцы. Которые не очень красиво выглядят. Либо какие-то тени. Либо прыщики на лице. Которые естественно портят общую картину. Вот. То есть эта картинка готова. Потому что она уже была снята профессионально. Красиво. Ее в общем-то сделать быстро можно. То есть вот была вот такая фотография. Достаточно сильненькая, скучная. И вот черно-белый вариант. Киношные интересные. Это была обработка фотографии. Ретушь фотографии в фотошопе. Спасибо за внимание.